В Крым сегодня приехала французская делегация во главе с депутатом надсобрания Тьерри Мариани. Это парламентарии, которые смогли добиться принятия резолюции против антироссийских санкций. Они второй раз приехали на полуостров после его воссоединения с Россией. По словам депутатов, их главная задача рассказывать правду о ситуации в Крыму всему международному сообществу. А крымчане на улицах задавали им вопрос, когда отменят санкции и примут свободный выбор более полутора миллионов жителей полуострова. В Крыму их встречают как старых друзей. 11 депутатов национального собрания и Сената Франции. В основном от республиканцев. Перед поездкой на полуостров состав делегации был еще шире. Около 30 человек пришлось проводить жесткий отбор. Пройтись по улицам крымской столицы незамеченными гостям не удалось. Можно с вами? Можно. Конечно, всем здравоохранения. Всем здравоохранения. Отлично, всем спасибо огромное. У памятника вежливым людям, российским военнослужащим, предотвратившим кровопролитие в Крыму весной 2014-го, во время референдума о воссоединении с Россией, фотография на память крымчан интересует, каким Крым видят в Западной Европе. Скажите, пожалуйста, а вы же уже не первый раз у нас? Нет, второй раз. Второй раз. И как? Как? Все развивается в лучшую сторону. Все развивается в лучшую сторону. Ну это замечательно, что не только мы замечаем. Спасибо, что вы это замечаете. Часть парламентария во главе с Тьери Мариани, бывшим министром транспорта при президенте Николя Саркази, полуостров посещали прошлым летом. Остальные приехали впервые, чтобы все увидеть своими глазами и рассказать правду о происходящем в Крыму. В прошлом году мы сказали, что вернемся, и мы будем возвращаться каждый год, если это будет необходимо. Пока международное сообщество не поймет, насколько реально положение народа, проживающего в Крыму. Парламент Франции на данный момент единственный европейский парламент, который проголосовал и в Нижней, и в Верхней Палате за снятие санкций с России. Все больше и больше видных парламентариев западноевропейских стран, и в первую очередь Французской республики озабочены искажением ситуации, искажением реалий о происходящем в Крыму и в Севастополе. Я уверен, что это будет знаковый и очень эффективный визит для понимания европейской общественности, того, что на самом деле произошло и происходит сейчас в Крыму и в Севастополе, которые навсегда вернулись в родную гавань. С жителями Симферополя зарубежные депутаты говорили про поездки крымских студентов на учебу во Францию. Свой визит начали с посещения мемориального комплекса на месте бывшего немецкого концлагеря. Во время фашистской оккупации здесь было убито около 15 тысяч человек. Советских солдат, женщин и детей травили газом и живыми сбрасывали в колодцы смерти. Кирим Ариани призвал помнить об уроках прошлого и отметил важность борьбы России против терроризма, с которым Франция столкнулась лицом к лицу. В стенах госсовета Крыма фото выставка об историческом визите французов в 2015-м. Развенчать мифы про Крым, созданные западной пропагандой, после них приезжали итальянские депутаты. А вот представители американских общественных организаций преподали настоящий урок народной дипломатии. Не смущая санкций, введенных их правительством, они устроили заплыв в Черном море. Видите, это красиво! Совсем не так. Крымско-татарский, наравне с русским и украинским, впервые стал официальным языком в республике. Мусульманские праздники отмечаются наряду с христианскими. Строятся крымско-татарские школы и мечети. А после воссоединения с Россией, крымские татары, пережившие депортацию, были реабилитированы президентским указом, чего в украинские времена добиться не удавалось. Мы выяснили во время общения с представителями крымско-татарской общины, что все проблемы, которые у них возникают, решаются. Права крымских татар соблюдаются лучше, чем права русских в Прибалтийских республиках. Вечером парламентарии встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Как рассказали гости, французский МИД на этот визит отреагировал более сдержанно, чем годом ранее. Постепенно меняется и представление европейцев. Украинский МИД традиционно направил ноту протеста России за визит французов в Крым. В центре Симферополя есть свой символ Франции. А в целом обстановку в Крыму сейчас спокойнее, как отмечают иностранные депутаты, не жили у них на родине. В целом на полуострове они проведут три дня. Завтра посетят мемориальный комплекс под Севастополем, где во время Крымской войны погибло около 50 тысяч французских солдат. Затем экскурсия по винным подвалам и прогулка по знаменитой Ялтинской набережной. Ну а в воскресенье в день в МФ иностранные гости впервые увидят новейшие боевые корабли Черноморского флота и грандиозный морской парад. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Крым.